Исаак Исаак ему сказал, «Ни в коем случае не бери себе жену из чужой семьи. Ни в коем случае не приводи сюда жену Хананейскую». 28 глава, 1 стих. «Но иди в дом своего дяди, в Месопотамию, в дом Фаила, а в дом дедушки возьми себе жену оттуда из дочерей Лавана, брата матери твоей». Он благословляет сына и отпускает его. 28 глава, 5 стих. Исаак снова женится и опять не на тех, уже после ухода Якова. Яков бежит, 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 пока совершенно не выбивается из сил. И понимает, что все, устал настолько, что теперь даже камень кажется подушкой. Он ложится спать. Хотя, я думаю, одежку он все-таки подстелил себе под голову. 28 главе, мы читаем, «И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней этого места и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне». Вот лестница. Это слово переводится на английском языке по-разному, но по большому счету это и есть лестница. Лестница, то есть путь между небом и землей. Путь, по которому можно спуститься с небес на землю или позднее подняться с земли на небеса. Вот что он говорит. Стояла на земле, а вверх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. То есть он видит, как ангелы Божии поднимаются и опускаются по лестнице. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 1 глава. И кое-что вам покажу. Те, кто слышали курс по Евангелию от Иоанна, с этим уже знакомы. Нафанаил знакомится с Господом Иисусом Христом. Иоанна 1, 47. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Вот израильтянин, в котором нет обмана». Иоанна 1, 47. Кто в Библии первым получил имя Израиль? Скажите вслух. «Яков». «Яков» «Яков» называется Библией Израилем. Чем отличался Яков? Его характер чем отличался? Хитростью, лукавством. Значит, Иисус знакомится с Нафанаилом и говорит «Вот израильтянин, в котором нет лукавства, в котором нет хитрости». Что он тем самым говорит? Да вот что. Я цитирую новозаветного исследователя Фредерика Брюса. Он говорит «Вот израильтянин, или представитель Израиля, в котором нет Якова». «Вот израильтянин, в котором нет Якова». Потом они говорят друг к другу буквально по одной фразе, очень короткой. Нафанаил и Иисус убеждает Нафанаила, что он действительно мессия. Нафанаил исповедует веру. И 49 стих. Нафанаил отвечал ему «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Нафанаил уверовал, потому что в 47 стихе Иисус говорит «Ты подлинный израильтянин». Нафанаил говорит «Да, я израильтянин, а ты царь Израилев». То есть «Ты мой царь». Ты сын Божий, ты мой царь. Вот кто ты такой. И 50 стих. Изучая первую главу Евангелия Туана, мы с вами сказали, что это девиз учеников. Это обещание ученика. Иисус сказал ему в ответ «Ты веришь, потому что Я тебе сказал, Я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». Лозунг ученика состоит в ответ вот в чем. Иисус сказал «Я верю, а следовательно в будущем и увижу». Неверующий говорит «Я сначала увижу, а потом поверю». Ученик Иисуса Христа говорит «Я верю, и потом со временем увижу». Неверующий не верующий говорит «Нет, вы сначала покажите, а потом я уверую». Неважно, что вы говорите, я ориентируюсь на собственное зрение, на собственное восприятие. Верующий говорит, что слова Иисуса лучше зрения. Иисус говорит «Я верю, и обязательно со временем увижу». 51 стих говорит ему «Истинно, истинно говорю вам, отныне» Иоанн 1, 51 «А отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Он говорит «Израильтянин, в котором нет лукавства». Но это не единственное указание на Иакова в 47 стихе. Есть еще одно указание в 51 стихе. Потому что Иаков видел в Вифиле в книге Бытие 28, 12 лестницу и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих по этой лестнице. Иисус же обещает Нафанаилу «Однажды ты увидишь небеса отверстыми и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Настанет день, когда ты увидишь то же, что видел Иаков. Я вам уже сказал, что Исаак был прообразом Иисуса Христа. Я сказал о том, что и овен, запутавшийся в чаще в 22 главе книги Бытия также прообраз Христа. Эта лестница в 28 главе тоже прообраз Христа. Как попасть в небеса, если ты на земле? Можно по лестнице. А сколько таких лестниц? Одна и только одна. Только одна. Имя ей Христос. В книгах серии Хроники Нарнии, которые, надеюсь, вы читали, есть эпизод, в котором участвует Аслан. Это Льюисовское изображение Христа. Конечно, это не Христос. Это тот, кто в данном случае напоминает нам о Христе. И вот в одной из этих книг маленькая девочка Джилл подходит к ручью, и ее от ручья отделяет лев Аслан. девочка боится. Он говорит, отойдите, пожалуйста, вы бы не могли отойти, пока я напьюсь воды. Он говорит, нет. Она говорит, ну, пообещайте тогда, по крайней мере, что меня не укусите. Он говорит, я не даю обещаний. она говорит, ну, тогда мне придется найти другой источник. А он отвечает, другого источника нет. нет другой лестницы. Ладно, мы говорили об ангелах, которые, о нас, как мы можем подняться по лестнице, а как же насчет нисходящих ангелов? Ангелов по-глически, по-еврейски значит вестник лошатый. Вот, например, человек говорит, я возвещаю Слово Божие, я пророк, но их слово отличается от Слов Иисуса Христа. Подождите, есть лишь одна лестница, по которой посланник может спуститься с небес на землю. Имя ей Христос. По-другому невозможно. Есть только один, кто может передать Слово с небес. Христос и его пророки, пророки, указывающие на него, либо в будущем, либо в прошлом. Пророки, получающие авторитет от него. Значит, Слово Божие можно принести на землю лишь одним путем. И подняться в небеса можно лишь одним путем. Имя Ему Христос. в Евангелии от Иоанна первая глава. Апостол Иоанн, евангелист, не называющий себя по имени, и друг его, Андрей, перестают ходить за Иоанном крестителем и идут за Иисусом из Назарета. Идут они за Иисусом, и вдруг Иисус останавливается и говорит, чего вы ищете, чего вы хотите? Я перевожу это так, перефразирую это так, чего вам, ребята? А они говорят, Рави, где живешь? Он говорит, ну, идите, посмотрите. Вот это одна из главных причин, по которой я стал христианином. Я хочу увидеть, где он живет. И единственный способ увидеть его дом, это пойти за ним, последовать за ним. Так поступили и они. Итак, Иаков получает видение, Иаков не понимает, но это видение Христа, в этом видении перед ним Христос. Готовить он умеет, богословски размышлять не очень. И вот видит Иаков, получает Иаков это видение во сне, лестницу, ангелы Божии восходят и нисходят. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Исаака. То есть, Бог как бы говорит, я их благословлял и Тебя благословлю, я их вел и Тебя буду вести. Я тот же Бог. С каждым новым поколением тебе не нужен другой Бог, потому что отец Твой умер, потому что дед Твой умер, отец Твой умер, я не умираю. Тебе не нужен другой Бог, я буду Твоим Богом. Землю, на которой ты лежишь, я дам Тебе и потомство Твоему. Он восстанов... Господь повторяет Завет, как бы продляет Завет, возобновляет Иму. И будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку. В 15 стихе мы читаем, и вот я с Тобою и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь. В детстве я ходил в церковь, в воскресную школу, когда ребенку исполнялось 6 лет, исполнялось 6 лет, Ему начинали в воскресной школе давать золотые стихи, которые нужно было выучить наизусть. Мой день рождения в октябре. Занятия начинались в сентябре. Мне еще не было 6 лет, было только 5. И первый стих, который меня попросили выучить наизусть, мне задали выучить наизусть, это слова «И вот я с Тобою и сохраню Тебя». Я тогда еще не был верующим человеком, но я на всю жизнь запомнил эти слова. Эти слова как раз отсюда, из книги Бытие 28-15. Нам не задавали весь стих, мы были еще слишком маленькими, но всего несколько слов. «И вот я с Тобою и сохраню Тебя. Я не покину Тебя, пока не совершу свое обещание, не исполнил свое обетование». Джордж Уитфилд, великий английский благовестник, переплывший Атлантику 13 раз между Великобританией и Америкой. Человек, который умер в Америке в 1770 году, говорил так, «Пока Бог со мной не закончен, я бессмертен. Пока Бог не исполнил свой план в моей жизни, я не могу умереть». Вот что Он говорил. «Я не оставлю Тебя, я не покину Тебя, пока не исполню все, что Тебе обещал». Бытие 28, 15. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok